МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Запретная тропа стала смертельной. В горах Сочи турист сорвался с опасной вершины. В бардачке, под сиденьями, а также в обшивке дверей автомобиля белое порошкообразное вещество. Вся машина в наркотиках, а он ни сном, ни духом. Так за что же посадили жителя Тихорецка? Виски с выхлопом, когда перепутал багажник машины со столиком в кафе. Здравствуйте, это Факты происшествия. Мужчина погиб в горах Сочи. Двое туристов днем при прогулке в лесной местности недалеко от курорта Горки-город упали с крутого склона. Один из них получил серьезные травмы и потребовалась транспортировка. К моменту приезда сотрудников Краснополянского поискового отряда на месте уже работали спасатели и медик. Медицинский работник проводил сердечно-легочную реанимацию из-за крайне тяжелого состояния больного, черепно-мозговой травмы и перелома позвоночника. Результатов реанимационные мероприятия не принесли. Спасатели ЮРПСО и Горки-город при помощи альпинистского снаряжения на носилках транспортировали погибшего. Погибшим оказался сочинец с 1985 года рождения. Его тело передали следователям. Состояние второго пострадавшего 31-летнего жителя Олимпийской столицы удовлетворительное. Медицинская помощь ему не потребовалась. Как позже рассказал турист, они с приятелем вышли к склонам со стороны Альпика-сервис. И поднимались мужчины по запрещенному участку горной местности, о чем говорили предупреждающие знаки. Унес из магазина ароматный шлейф и чужой кошелек. Мужчина в черной рубашке стал героем этого ролика. Действие происходит в одном из торговых павильонов на вещевом рынке по улице Вишняковой. Это салон парфюмерии. Разгар дня. Наплыв посетителей. Продавец едва успевает проконсультировать всех желающих. Этим и воспользовался злоумышленник. Мужчина долго возился возле стеллажа с коробочками и флаконами. И уловив момент, когда девушка-продавец отвела глаза, положил в карман духи и успел вытащить из женской сумки кошелек. Действия были молниеносными. Никто ничего не заметил. За исключением камер. Поймать подозреваемого не удалось. Но бдительность остальным лишний раз не помешает. Усыпал машину дурманом и округлил глаза, когда полицейские спросили, что это. За сбыт наркотиков в Тихорецком районе осужден 38-летний местный житель. Сотрудники полиции задержали мужчину, который вызвал подозрение. Заодно хорошенько проверили его машину. Полицейские обнаружили и изъяли в бардачке под сиденьями, а также в обшивке дверей автомобиля белое порошкообразное вещество, а также упаковки с твердым темно-коричневым веществом. Эксперты подтвердили, что в свертках синтетический наркотик, соль общей массой свыше 80 граммов и спайс более 8 граммов. Вы знали, что эти вещества имеют наркотическое свойство? Нет, не знал. А что вы думали? Я предполагал, что это психотерапия, антидепрессанты. Учитывая собранные следствием доказательства, суд признал 38-летнего мужчину виновным. За незаконное приобретение, хранение и перевозку запрещенных веществ он отправится за решетку на 10,5 лет. Лень и голод довели жителя Приморско-Ахтарска до судебной скамьи. Мужчина угнал автомобиль, чтобы съездить в магазин в соседний район. Остальные торговые точки были закрыты. Идти пешком показалось горе-гонщику слишком далеко. Совсем лишать хозяина машины колес 36-летний мужчина не собирался. По его словам, уже хотел вернуть чужое имущество, однако машина заглохла. Как говорят сотрудники полиции, подозреваемый остался переночевать в автомобиле, а утром, починив транспортное средство, вернулся на место преступления, но припарковать машину не успел. За подобные деяния предусматривается наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Машину сразу же вернули ее законному владельцу, а ранее судимому задержанному выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Неправильно поняла выражение «обмыть права» жительница Краснодара. Она решила искупать не только корочку, но и весь автомобиль. На улице Дмитриевская дамба возле озера Карасун прохожие стали свидетелями, как девушка на японском седане перепутала педали и угодила в воду. По словам очевидцев, хозяин авто решил отметить День Победы горячительными, а за руль посадил получившую накануне права женщину. Вот оставлять ее один на один с транспортом не стоило. Утонула машинка на керосе у нас. Вот так и живем. Автоледи решила развернуться, но не сориентировалась, на какую педаль давить. И вмиг съехала с берега озера. Машину достали без видимых повреждений. Женщина не пострадала. Без язвительных комментариев в сети, конечно, не обошлось. Один из самых безобидных. Ну вот и открыли купальный сезон на Карасуне. Увесистый гигант завалился на бок. Авария произошла на серпантине по дороге в Геленджик. Это М4 Дон. На подъезде к селу Кабардинка перевернулся цементовоз и зацепил еще несколько автомобилей. Очевидцы сообщили, что в результате ТТП на этом сложном двухполосном участке собралась огромная пробка. Сам грузовик двигался с небольшой скоростью 40 км в час. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и большегруз перевернулся. Пострадали и две машины, ехавшие рядом. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего. О пострадавших людях не сообщается. На краснодарских дорогах не меньше поводов для нервов и паники. Обзор аварий подготовила Ксения Попова. Совсем забыл, что нужно смотреть на сигналы светофора водитель белой иномарки в самом центре Краснодара. Это угол гимназический и красный. Водитель решил, что ему срочно нужно повернуть из правого ряда налево. И уж, конечно, не обратил внимания на попутные машины. И они тоже развили приличную скорость. Необдуманный маневр ничего хорошего не принес. Серебрестую иномарку, попавшую под удар, едва не выбросила на тротуар. К счастью, водители не пострадали. Но вот нервных клеток на этом перекрестке оставили много. Пятачок на Бородинской почтовой заполонило слишком много транспорта разногабаритного. Фургоны, малолитражки, пассажирские газели и даже бензовоз. Неудивительно, что не все смогли разъехаться в этом дорожном лабиринте. Рискнул объехать, чтобы выпутаться из пробки водитель белого внедорожника. Но не учел, что обзор ему закрыл микроавтобус. И уйти от встречного удара с грузовиком не получилось. Бампер внедорожника рассыпался прямо на проезжей части. Авария еще больше усугубила заторовую ситуацию. Проскочить на красный без последствий не получилось у водителя минивэна. Это было дерзостью с его стороны выскакивать на заполненный перекресток и не по своей очереди. Поэтому заслуженный получил удар в переднюю часть другого участника движения. Благо оба вовремя нажали на тормоз, иначе машина отбросила бы еще дальше. Выехать ночью на оживленную дорогу на мотоцикле уж очень опрометчивый поступок. И неприятные последствия не заставили себя долго ждать. В большом потоке на Северное и Севастопольское двухколесный транспорт появился, как всегда, неожиданно. Детали и схему ДТП, конечно, позже разобрали инспекторы. Но водитель легковушки, поворачивая направо, сбил мотоциклиста. К счастью, наездник был в шлеме и смог избежать серьезных травм. Тулупы и аксели показал пользователям социальных сетей автомобилист Вадыгейский. Только не на льду, а на мокром асфальте. На кадрах с камеры наблюдения видно, как светлая иномарка на высокой скорости влетает в забор частного дома. Скорее всего, водитель потерял контроль над своим железным конем из-за скользкой дороги. Лихачить в такую погоду чревато. Свидетели предполагают, что состояние шин было тоже неудовлетворительным. Шофер жив-здоров. Отправился на заработки в Сочи, зацепившись за вагон поезда. Но чуть-чуть не доехал до пункта назначения. Подростка Зайца заметила женщину на перроне в поселке Лазаревском и сообщила в полицию. 16-летний житель Байкопа успел проехать вися на пассажирском составе всего несколько метров. Потом проводники пустили его в вагон и на следующей станции передали правоохранителям. Оказалось, что подросток автостопом добрался до Лазаревского, а оставшийся путь решил преодолеть железнодорожным транспортом. Через несколько часов задержанного путешественника забрала мать под расписку. Страйк на трассе вместо кеглей остановочный пункт, а тяжелым мечом в этом случае стал недешевый автомобиль. ЧП произошло ночью под горячим ключом. Машина двигалась со стороны Саратовской. Шофер, житель Хантамантийского округа, превысил скорость. От комплекса остались только щепки и разрученный асфальт. Да и самой машине с водителем крепко досталось. Мужчина, как позже выяснилось, без прав протаранил остановку и перевернулся. Его экстренно госпитализировали. Врачи сделали ему операцию. С ветерком, выхлопными газами, алкоголем и риском для жизни. На дороге в Сочи автомобилисты были шокированы увиденным. В багажнике одного из авто ехал человек, употреблял крепкий алкогольный напиток. Будто это не трасса, а столик в кафе. Более того, пассажир демонстративно передавал на ходу бутылку в соседнюю машину. Чтобы забрать напиток, парню приходится полностью вылезти из окна. О грубом нарушении правил дорожного движения в дежурную часть УВД по городу Сочи сообщили местные жители, участники дорожного движения. В этот же день сотрудники ДПС установили и задержали нарушителей. Это 22-летний местный житель. Пользователи соцсетей пишут в комментариях, что своими действиями молодые люди подвергают опасности не только себя, но и других. Теперь за нарушение правил перевозки людей водителя ждет штраф. Ну и на закуску мы оставили шашлык на балконе. Точнее, кадры его приготовления. Видимо, голод затмил разум у этих жителей юбилейного микрорайона Краснодара. И парни решили, что костер для мяса можно развести прямо в доме. Ну а зачем далеко ходить? О собственной безопасности, тем более о соседях, никто в этот момент, конечно, не думал. Причем поджигатели-кулинары разместились на общем балконе, чтобы не портить собственные. Хотя видно, что до берега реки несколько минут ходьбы. Но лень – хороший провокатор происшествий. Чем закончилось это фаер-шоу? Неизвестно. Надеемся, что кирпичная облицовка не повреждена. На сегодня все. Поменьше вам неприятных историй. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова